Вакцинация госслужащих и борьба с поддельными ковид-сертификатами. Первый день осенней сессии Пассея. Александр Усик вошел в пятерку лучших боксеров мира. Это новости. Добрый вечер. Украинский вопрос будет звучать в течение всей недели работы осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она стартовала сегодня во французском Страсбурге. Руководитель украинской парламентской делегации Мария Мезенцева в комментарии нашему телеканалу опровергла информацию, что Пассея отказалась включать в повестку дня дебаты о политических преследованиях коренных народов в оккупированном Крыму. По ее словам, такое решение приняло Бюро Ассамблеи. По текущим дебатам я скажу для понимания телезрителей это о поговорить. Нам не надо о поговорить. Мы хотим по Крыму продолжать действовать так же мощно, как мы это сделали в июне. И просто вся Ассамблея была от этого. Но думаю, что больше всего россияне были от этого в шоке. Напомню, 23 июня Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о правах крымских татар на оккупированном России полуострове. В частности, она содержит четкие сигналы о необходимости их соблюдения. Также признает, что с начала 2014-го продолжается оккупация Крыма и констатирует, что репрессии незаконных органов власти против крымских татар включают убийства, насильственные исчезновения, пытки и бесчеловечное обращение. Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы продлится до 30 сентября. Неделя будет посвящена экологии, гендерной политике, социально-экономическим вопросам, ситуациям в Белоруссии и Афганистане, а также выборам в Европейский суд по правам человека. Комиссия по защите прав политзаключенных и их семей появится в Украине. Соответствующий документ внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что новый орган будет заниматься созданием законодательных механизмов для правовой и социальной защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, а также контролировать решение всех вопросов, связанных с политзаключенными. Признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году. К этому призывает мир Меджлиз крымско-татарского народа. В период насильственного выселения и в первые годы после него погибло более 46% крымских татар. Притеснения коренного народа Крыма продолжались почти полстолетия. Не прекратились и до сих пор. Тему продолжит Светлана Сыч. Эрфан Кудусов родился в Узбекистане. От бабушки и отца узнал, что Крым – его настоящая родина. А село Бешуй – родное село его семьи. В мае 1944, еще когда все они жили на полуострове, бабушка Эрфана решила на несколько дней съездить домой, а ее родители остались в Симферополе. В день депортации, 18 мая 1944, семья оказалась в разных местах. И она потом на протяжении больше чем года или двух, она искала свою семью. И с помощью будущего своего мужа, вот этого узбека, она их семью нашла за примерно 400 километров от того места, куда ее депортировали. А за это время уже часть семьи от болезни, от голода поумирали. Депортацию вместе с родителями пережил еще маленьким ребенком отец Эрфана. В случае моей семьи, когда их привезли на какую-то там станцию в Ташкентской области, а потом выгрузили фактически в степи на голую землю, сказали, вот ройте землянки, живите. Депортация крымских татар 18 мая 1944 года – одна из самых массовых в истории человечества. По официальным данным, советская власть депортировала более 180 тысяч человек. По неофициальным – больше 400 тысяч. Почти все крымско-татарское население товарными вагонами из Крыма отправили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. За первые три года после переселения около 46% депортированных умерли от голода и болезней. А когда крымские татары вернулись в Крым в конце 80-х, их продолжали притеснять. Формально в 67 году было решение Президиума Верховного Совета СССР о снятии обвинений с крымских татар в предательстве. А именно такая формулировка была в момент выселения крымских татар. Это обвинение было снято. И как будто разрешили крымским татарам возвращаться, но с оговоркой, что на условиях соблюдения паспортного режима. И крымских татар в Крыму не прописывали, не купить жилье, не найти работу. Тотальное выселение крымско-татарского народа с его исторической родины, Крыма, историки называют этнической чисткой со всеми признаками геноцида. Это признала в 2015 году Верховная Рада Украины, а позже парламента еще двух государств – Латвии и Литвы. Это фундамент для того, чтобы больше государств подключились. И также это геополитический вопрос, чтобы убедить этих государств, что это признание геноцида как-то один из шагов, который приближает деоккупацию Крыма. Крымско-татарский ресурсный центр направил несколько десятков писем в разные страны мира. В них обращения меджилиса крымско-татарского народа и документы, которые юридически доказывают, что депортация крымских татар является геноцидом. Речь идет не только о том, что порядка 200 тысяч человек, старики, женщины и дети были посажены в скотские вагоны и более месяца их вывозили на Урал, в Сибирь и в Центральную Азию. А речь идет о том, что были первые годы спецпоселения до 1956 года. Были вторичные депортации, были запреты на развитие языка, культуры и так далее. Если 77 лет назад Сталин депортировал крымских татар, обвинив в предательстве и госизмене, то сегодня путинская Россия делает практически то же самое, обвиняя коренное население в терроризме и всячески содействует депортации крымско-татарского народа. То, что сейчас происходит в Крыму, это этноцид. Но это все может повториться. То, что было в 1944 году. И для нас это не просто, скажем так, признание того преступления было осуществлено коммунистическим режимом СССР. Но главное, чтобы не было повторения. А сегодня есть все факторы, которые могут повториться. Вернуться в Крым после депортации семья Ирфана Кудусова смогла лишь в конце 80-х. Сам он приехал в Ялту в 1991. Но уже через 23 года российская оккупация и репрессии заставили его, как и многих коренных жителей снова покинуть полуостров. Светлана Сыч, Александр Хан, Новости Украины. Удивление и разочарование. Так в украинском медиа отреагировали на подписание Венгрии нового долгосрочного контракта с российским «Газпромом». Голубое топливо страна будет получать в обход Украины. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такой шаг официального Будапешта политическим, экономическим, необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю. И в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Киев также обратится в Европейскую комиссию. Она должна решить, насколько венгерско-российское газовое соглашение отвечает европейскому энергетическому законодательству. Добавлю, что в соответствии с условиями контракта «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Сотрудничество рассчитано до 2036 года. Через несколько дней в Будапеште должно было состояться пятое заседание совместной комиссии Украины и Венгрии по вопросам экономического сотрудничества. Украинская сторона рассчитывала, что заседание комиссии станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях. В то же время МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок. Поскольку Венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы. Страны региона должны согласовывать совместные действия, чтобы минимизировать негативные последствия соглашения. Германия избрала новый парламент. Социал-демократическая партия во главе с министром финансов Олафом Шольцем заняла первое место в гонке. На втором месте консервативные христианские демократы. В стране стартуют коалиционные переговоры, по результатам которых будет сформировано правительство и назначен новый канцлер. При этом эксперты отмечают, вне зависимости от персоны, политика Германии не претерпит радикальных изменений ни внешнее, ни внутреннее. Подробности в материале моих коллег. Олаф Шольц, чья социал-демократическая партия победила на выборах, набрав почти 26% голосов избирателей, уже четко обозначил, с кем он будет вести коалиционные переговоры. Избиратели четко выразили свое мнение, указав, кто должен формировать следующее правительство. Они усилили три партии – социал-демократов, зеленых и свободную демократическую партию. Граждане нашей страны совершенно прямо сказали, что правительства должны формировать эти три партии. Христианские же демократы во главе с Арменом Лашетом, которого ранее называли потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, не считают себя проигравшими. Набрав почти 19% голосов, они призывают не спешить с прогнозами. Мы не считаем, что, заняв второе место, мы можем делать однозначные заявления или принимать однозначные решения. Однако ситуация такова – кто-то набрал 25%, а кто-то – 24%. И, как верно подметили в малых партиях, это не дает права крупным партиям однозначно заявлять, с кем они будут вести переговоры, а с кем нет. Свободные демократы и зеленые четко дали понять, что сначала они хотят поговорить между собой, и это, я считаю, правильное решение. Германия – один из ключевых игроков в нормандском формате, который призван разрешить ситуацию на Донбассе. Главный интерес Киева – не изменится ли отношение нового кабинета к этому вопросу. Эксперты уверяют, политика Германии в отношении Украины не претерпит существенных изменений. Германия – первостепенными все-таки будут больше внутренние проблемы Германии, и меньше, как канцлер Меркель, будет уделяться внимания вообще международным вопросам. Может быть, в такой ситуации это и неплохо. Я не берусь судить, посмотрим, какова будет активность коалиционных партий, зеленых и свободных демократов, которые, во-первых, какие займут посты. При этом эксперты подчеркивают, сейчас Киеву как никогда необходимо регулярно напоминать Берлину об обязательствах, взятых перед своими партнерами. Об этом нужно не только понимать, но и акцентировать на этом, чтобы это услышали. Нас должны услышать и продемонстрировать, что Украине это необходимо, что это не позиция политической силы, не позиция отдельно президента Зеленского или премьер-министра и так далее. Это позиция государства. Так должно быть. В целом, эксперты сходятся во мнении. Для большей конкретики необходимо дождаться хотя бы начало коалиционных переговоров в Германии. А сколько они могут продлиться, никто не берется предполагать. Немецкие СМИ пишут, что завершиться переговоры могут только к Рождеству. Четыре года назад они длились 172 дня. Вадим Крамер, Новости Украины. Три новых самолета Ан-178 для Министерства обороны Украины построят полностью без российских комплектующих. Об этом заявил генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев. По его словам, придется заменить 54% всех деталей, используемых для строительства воздушных судов. На данный момент в концерне разрабатывают стратегию, которая позволит производить качественную продукцию внутри страны. Одним из главных приоритетов Гусев назвал ликвидацию зависимости от поставок материалов из Российской Федерации. Мы проводим мероприятия по импортозамещению и усилению кооперации внутри концерна. И это новые возможности для развития производства высокотехнологичной продукции, которая нужна оборонно-промышленному комплексу и экономике в целом. Вакцинировать минимум 70% госслужащих за две недели, а также достичь аналогичных показателей среди педагогов. Такое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский и всем министерствам и центральным органам власти на селекторном совещании по вопросам борьбы с COVID-19. Глава государства также потребовал от правительства разработать предложения по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. И призвал привлечь к ответственности всех, кто способствует получению поддельных документов. Ребенок с будущим. Такой центр развития для детей с инвалидностью работает в Торецке Донецкой области. Он оборудован всем необходимым для развития моторики. Там оказывают и психологическую помощь детям, пострадавшим в результате боевых действий на Донбассе. Средства на социальный центр выделили гуманитарная миссия «Пролеска» и агентство по делам беженцев с маленькими пациентами и их родителями. Знакомилась Алена Грамова. Наталья вместе с мужем и трехлетним Владиславом в 2014 году переехали из временно оккупированного Донецка в Торецк. Тогда мальчику поставили диагноз аутизм. На тот момент семья ждала второго ребенка. Начались как раз проблемы. Бросили ходить автобусы нормально и начались обстрелы. В 2014 году я второго ребенка рожала уже здесь. Последние семь лет Владислав нуждается в постоянной медицинской помощи. Наталья рада, что в Торецке открыли Центр развития ребенок с будущим. Теперь ее сын сможет посещать нужных специалистов. Так как у нас имеется проблема по психологии, тут есть психолог. Я надеюсь, что мы будем ходить и нам понравится. И массаж. И нас интересует, конечно, ЛФК, потому что проблемы с ногами тоже есть. Центр работает на базе Торецкой детской городской больницы. Медики оказывают помощь пациентам с недостатками физического развития и инвалидностью. А психологи – тем, кто пострадал в результате боевых действий на Донбассе. Ну и мне нравится бассейн, разные кубики и, конечно, горка. Мне понравились костюмы. И конфеты. В Центре обустроили зону релаксации. Есть логопед и массажист. Общий массаж – это полностью массаж всего тела. Это улучшает кровоснабжение, усиливает обмен веществ. Детки начинают быстрее. Все физические процессы у них происходят из-за того, что усиливается обмен веществ. Отремонтировать помещение, закупить все необходимое оборудование и мебель для Центра развития помогли гуманитарная миссия пролеска и агентство по делам беженцев. Здесь будет организована работа постоянно пяти специалистов, которые находятся в штате. Более того, еще порядка пяти специалистов они будут привлекать из других общественных организаций, которые работают в Торецкой. Все занятия в Центре специалисты проводят бесплатно. Ежедневно врачи планируют принимать до двух десятков маленьких пациентов. Алена Грамова, Владислав Бобрун, Новости Украины. Чемпион мира в супертяжелом весе сразу по четырем версиям украинский боксер Александр Усик вошел в пятерку лучших боксеров мира, независимо от весовой категории. В субботу в 12-раундовом поединке единогласным решением судей он победил британца Энтони Джошуа. Накануне ночью он вернулся после боя в Лондоне домой. От звания абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Усика отделяет всего один поединок за пояс WBC. 34-летний боксер из Симферополя Александр Усик стал третьим чемпионом супертяжелого веса среди украинцев. Первыми двумя были братья Кличко. У меня мысли домой, попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Вы знаете, я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем достаточно неплохо попал ему в подбородок. И внутреннее какое-то такое состояние, знаете, почувствовал вот кровушку, да, и вот пошел. И вот этот раунд был такой, такой очень сильно напряженный. Туристический хаб обустроили на необитаемом острове Джерлгач в Херсонской области. Он создан на базе стояночного судна. Пока на палубе расположен ресторан, скоро к нему пришвартует и плавучий отель. Первую часть проекта представили ко Всемирному дню туризма. В хабе побывали наши корреспонденты. Ольга впервые побывала на острове Джерлгач. Говорит, впечатление море. Особенно от экскурсии сафари с фотоаппаратами. Очень понравилось, что можно увидеть животных вживую. Только руку протяни к ним, и уже можно и погладить, и посмотреть. Они такие ласковые, нормально на нас реагируют, не боятся. Хочется, чтобы это место развивалось. У него очень большой туристический потенциал. Джерлгач – самый большой безлюдный остров Европы. Он расположен в Херсонской области в часе езды по морю от курортного Скадовска. Тысячи туристов приезжают сюда поплавать в прозрачной морской воде, прогуляться по белому песку и понаблюдать за дикими животными. Это, например, муфлоны или лани европейские, или олени благородные. Можно встретить некоторых птиц. Например, пустель гостепная – очень хорошая птичка. Теперь путешественники смогут получить всю необходимую информацию об острове, отдохнуть и пообедать в туристическом хабе. Его обустроили на базе стояночного судна «Павло Полуботок». Создание именно таких платформ предоставит ряд преимуществ. Это и уменьшение антропогенной нагрузки на территорию. Это, во-первых, что приведет за собой восстановление ландшафтного покрова, восстановление биоразнообразия. И это даст огромный спектр услуг для посетителей. В туристическом пространстве есть плавучий ресторан, лаунж-зона, вся необходимая инфраструктура. Позже сюда пришвартуют еще и плавучий отель. Таким образом, в области планируют обеспечить достойный сервис туристов. Это фактически, можно так сказать, инфраструктурный прорыв благодаря бизнесу, который работает здесь же. И на следующий год у нас есть еще много планов, чтобы и отели здесь были плавучие, для того, чтобы людям было комфортно, а парк сделать парком. Кроме того, в туристическом хабе разместят круглогодичную систему мониторинга миграций животных на острове Джералгач. Это позволит специалистам отследить, где и какие виды животных здесь обитают. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Новости Украины. Итоги дня мы подведем уже в следующем выпуске новостей. Не пропустите и обязательно подпишитесь на наши интернет-платформы, телеграм-канал. Все это доступно для вас 24 часа в сутки по адресам, которые только что были на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украина.